Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, стоп-старт сделал за... Меняю настроечки, точнее не настроечки, меняю название стрима, какие к чёрту настроечки. Создаём игру. Я думаю, надо начать с сумеречных пашин. Карта стандартная абсолютно. Так, что-то Минат не зашёл. Сейчас проверю ещё процессор. Раз. 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 Так, ну температура вообще не поменялась. Субтитры делал DimaTorzok Так, поехали! Это будет 9, ребят, напомню, до 5 побед, погнали! Так, ну так, 70-80% прот загружен зачастую, смотрю. В пиках каких-то, ну, здорово, Паш! Кстати, Паш, нужно обсудить бы нам Бавра-лигу бы, желательно ее в начале, в конце, в начале, ну, по крайней мере, в конце, сейчас, в начале недели следующей бы провести по отборочной, да запилить финалы. В этом месяце затянули что-то. Но тут ничего не поделаешь. Я думаю, все запилим, все сделаем в лучшем виде. Так, Вердос против Минато, у нас битва уже идет, это шоу-матч, напомню, Бо-9, Верди против СНГ. Призовой Герыч им предоставлен, ему за это отдельное спасибо, от Вердоса, да и от нас тоже есть что посмотреть лишний раз с нашими игроками, это очень даже неплохо. Рева Стрэндж не стал играть с Вердосом, почему-то шоу-матч, не знаю почему, Рева почему-то тоже отказался, не знаю почему. Вот, смотрим с Минато, достается все победителю, в общем-то. Честно говоря, я даже не знаю, каким образом смайлики ставятся эти. Вердоса через гейт, ГАЗ, Нексус был поставлен, соответственно плюс 2 гейта добавляются, и Адептик вперед полетел. Следующий. ступ Dear Thomas Следующий. Следующий. 76-77. Следующий. 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 说 Следующий. Справед rouge to это уникальный людей. заходит вердос адепт минато грамотно тут фурочку заказывает сейчас, но и второго что-то рабочего ничего пока не заказал одного рабочего все-таки вердос подрезает, линк рабочей потери в данный момент ну и несколько лингов от минато вперед выдвигает, третью хатку он ставит мух, овером делается не знаю, но это более разведывательный какой-то мух парабан 39-31 в пользу вердоса сейчас минато ставит, беллинг нест это очевидные будут дропы беллингов а может быть, нет, кстати, не очевидные адептов будут, возможно может быть, адептов будет принимать таким образом просто минато решил два стергейта, овердоса на второй базе запилены сейчас небольшой фтык с продакшеном пробок и возобновляется может быть, на следующий шоу-матч из эпиля два призовут места я не знаю как там, что там да как привет, демон 0-7 ну что, оверов укуснул, овердос полетел искать еще оверов делаем ну что, оверху Так, очень много крипа прям у Минато вперёд протянуто. А рейнжовая атака делается, это линга Гидробейлинга пуш, я так понимаю, сейчас будет у нас идти. Так, всё лишнее закрываю сейчас, что-то всё-таки иногда просто первый раз я увидел, что красную зону он вышел до сегодня. Ну, значительно лучше всё равно всё. Здесь летают оверы разведывательные от Минато. Гидро ещё добавляет. Четвёртую хатку добавляет. Крип уже прямо около Вердоса. Вердос крип не убивает. Это ошибка, кстати. Сейчас Минато вперёд пойдёт, очень скоро сможет выйти. И мне кажется, это будет опасным прессингом очень. Тем более вторая уже атака делается у Минато. По лимиту он в плюсе на двадцаточку сейчас боевого овердоса. Ну, кстати, овердос, если на пилонах здесь будет стоять, я думаю, тяжело его будет пробить. А вот если куда-то он вниз пойдёт, уже другой может быть разговор совсем. Так, вкладки лишние закрою, чтобы просто не поджирали. С 35-140 Вердос плюс сейчас по лимиту. Заходит Минато. Бейлинги где-то там сбоку закатываются сейчас. Нужно заходить на ХГ. Бейлинги заходят на ХГ, Филды. Что-то Вердос сразу не выставил, но потом всё-таки поставил. Но часть бейлингов сумела всё-таки прорваться туда внутрь в юнитов процесса. В итоге бейлингов Минато не отвёл. И как-то здесь он проваливает свой прессинг. Кажется, это ГГшечка практически пришла здесь для Зерга. Уничтожено всё в мясо. Фениксы уничтожают вместе с Имморфлами и остальными юнитами. Не, ещё пока не ГГшечка, но печально, конечно. Нужно было, когда Филды, наверное, второй ряд поставить, чуть отступить Минато и ждать до заказа. Вердос. 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 Сит. Сит. Стал. Сит. Стал. ставит Вирдус, как обычно, что-то никуда не идёт, не спешит вообще. Будет ли он выходить вперёд, добивать? Вот это вопрос, конечно. Ну Крид-то, по крайней мере, Вирдус хочет вывезти в ТШК Крив на твои Четвёртая уже, это печально очень. Идёт на центр, сбивает Кривтумара сейчас. Нужно аккуратнее быть, не боится лезть дальше. Мината вообще дома сидит спокойно здесь абсолютно. Вирдус этого не видит. Ну и Флитбикон пошёл. Флитбикон, Шторм, делается. Есть 180-140 по лимиту, нужно уже идти, по-моему, убивать Зерга, а Вирдус что-то сидит, ждёт. Хайв и Спайр делает Минат сейчас. По скилу дроп Призмой сейчас был. Минус Призма. Даже ни один Гидральдик не погиб. Ну, в общем-то, Вирдус это, он и так никуда не собирается. Я так полагаю, его ещё заставят больше сидеть сейчас дома и никуда не идти. Хотя тут очередная Призма уже полетела. 200 в 154, 200 Вирдус. На 200-то пойдёт хоть? Да, пошёл вперёд на 200, смотрите-ка. Неужели? Здесь Фатоночки сейчас достроятся. Вот этих юнитов тоже надо с собой брать, нет смысла стоять и Фатонки выбивать. Настолько Вирдус осмелел с 200 лимитом, что даже Крип вокруг своей базы выбил. Да неужели? На 180 не хотел он Крип выбивать идти. Вот, но дальше не рискует, конечно, сунуться. Вдруг там Зерг что-то сможет сделать. Два Спайра у Минат сразу ставятся. Сейчас всё, масс-воздух собирается играть, насколько я вижу. Выводит Вирдус весь лимит и из дома тоже. Нужно заходить, наверное, на четвёртую, на хайграунд, там спокойно подниматься. И Мортлых много. Шторм по собакам пошёл. Будет ли налом на Люру сейчас? Да, пошёл налом на Люру от Вирдуса. Два шторма в одно место кидать не надо. Это лишний момент абсолютно. Хорошо, вот здесь Вирдус жгёт Мината своими штормами. Прилетает первых два темписта уже вперёд. Здесь Фениксы принимают бой с Корапторами. Да нужно заходить уже спокойно абсолютно, по-моему, и ставить точку в этой игре. Спорка уже здесь и не поможет особо. Апсерверов единственное нужно. Ну, это проблема одного контрола. Это Вирдоса старая проблема. У него всё в бинженном одном контроле, поэтому и апсерверы летят на спорке. Вот, наконец-то, спорка падает. И Вирдос дожимает здесь Мината. На четвёртой базе забегания делков проходит. Вирдос Мината уводит оттуда юнитов. Но он уже в лоб не сможет сдержать прессинг, судя по всему. Ну, Вирдоса, а что? Зачем добивать? Конечно, я домой пойду. Блин, что он делает вообще? Интересно, если, ну, Вирдос стебётся, или он серьёзно так играет? Я вот каждый раз, когда смотрю это, ну, что вот это вообще происходит? Зачем? Так, ничего нигде не лагает, ребят. Если лагает, это у вас лагает. Скорее всего. Опять дропчик от Вирдос, и опять 190 в 136, и Вирдос чё-то ждёт. Так, ну, это бакс. С оплайем стандартный. Вирдос идёт вперёд. Крептумур убивает. Вторая атака на воздух. Даже с этим миксом ещё не будет добивать. Ну, 200 надо добивать темпистов. Пять штук уже. Ква больше-то больше не бывает. В смысле, с таким лимитом наземным. Её уже надо самому убивать. Чисто в воду переходить. Вирдос пятый сейчас заходит. Мне надо принимать бой, подтягивает темписта сейчас. Штормы проходят каких-то, я не понимаю, чё Вирдос боится? Вот чего он здесь боится, я не понимаю? Куда он бежит? Куда ты бежишь, Вирдос? Некуда бежать уже. Нужно идти вперёд. Темписта новенькие подлетают. Семь уже штук. Так, ну наконец-то Вирдос вперёд. Это уже просто не смешно уже, что как бы пора бы добить. Авердос что-то ждёт. Всё, ГГ, 1-0. Ждём следующую карту. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, все готовы, поехали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, 1-0 верну, следующая игра. Субтитры делал DimaTorzok 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 Привет всем, кто недавно пришёл. Субтитры делал DimaTorzok 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 Адек приходит Старгейт прикрыть Всё, смысла не вижу Ну как, не то что не вижу Смысла уже и никакого не достраивать Вердов, естественно, отменяет Старгейт И заказан Твайлайт дома Коготь у Минато Плюс 2 гейта от Гордоса Сейчас сделать Ну 4 гейта будет и выход на 3 нехуд Видимо Минато решил Старым добрым своим стилем Сыграть это милишный стиль Твайлайт видит Минато сейчас Ну что робот Строится Да Овердос делает выход на 3 нехуд Он показывает сейчас И при этом с призмой возможно Подпушивать будет Привет Привет Живодан Что то Минато лингов На масел вообще немерено Там уже штук наверное 40 мне кажется Да 42 есть 16 строится Собирается подгрызть Он вердоса явно Явно собирается подгрызть Но сейчас получает место подгрызания Просто минус овера При этом призма на мейн к нему врывается Линги сейчас 1-1 будут на грейдах Забегают сейчас к вердосу на 3 линги Пилды что то вердос как то медленно ставят Линги грейжные начинают грызть Просто жесточайшим образом Сейчас И кстати говоря Это угроза 3 базе Фактически Но В итоге на оверчаже Здесь вердос отбивает Вроде как лингов Отгоняет по крайней мере Но вот адептам скорость атаки готова Здесь не получилось Призмой слишком большого дэмэджа Нанести призму нужно увести Она еле живая Еще один оверчаж от вердоса Но минато идет вперед Филдов больше нет Одни адепты Адепты падают Падают пилоны Кажется это проблема Это минус третий некст Это 1-1 Ну что же В типичном своем стиле Минато еще просто сгрызает Вердоса К такому нужно быть готовым Так Террасы приумкают О, на вердос заказывают Ее уже нет У ладерных Я так понимаю Вердос готов Минато пока не готов Поехали Так, ребята Отписывайте Если будет лагать Что-то О, у меня тут 82 кадра 0,08% Было дропа Ну, я думаю Больше дропов Не будет На самом деле Да и вроде Просто Не проседает В сверх редких Случаях Как бы Вроде 60 кпс Более-менее И сейчас Идет хорошо Будем надеяться Так и будет Продолжаться А как смайлики Вообще Ставить Кто мне Может сказать Я, честно Игра Не знаю Как это вообще Делается Делается Ну, это Вердос Аниексус Первый В этой игре И два Гейта Пошло Минато Две Хаты До пула Запилено Три Хаты Поубилцам Ну и Газ Пул Тоже Халявит Сейчас Правильная Подстроечка Идет Гейт Увердоса Готов Кибернаточка Пошла Начинает Второй Газ Сейчас Добывать Погоди 17 Да Да 17 Пробок Вот здесь Три Я вижу Да Вот Отсюда Одно Чик Вердос Внимателен Переводят Но Посмотрите Золото Вообще Не переводится На золото Сразу Вот это Мне кажется Ошибочная Политика Почему Потому что Перевести На золото Сначала А потом Золото Сюда Точку Сбора Подрать Вот это Решающий Момент Так Вот Что ли Понял Понял Ну ладно Потом Проверю Не буду Сейчас Хлудить Ну что Все Золото Увердоса Раскачено Зря Я волновался Увердос Быстро Потом Нарастил Количество Пробок Там На золото Но У Минато Тоже Замечательно Все Добывается И Добыча Не Меньше Чем Уверди Даже Чуть Повыше У него Хотя Рабочих Меньше Причем Чуть Не На Десятку Сейчас Нужно Строить Новых Рабочих Что И делает Минато Коготь Заказан Здесь Первым Валюшиной И Второй Валюшин Сейчас Встает Вопрос Просто Минато Понял Что Его Тема Работает Сейчас Очевидно Встает Вопрос Готов Ливердос К Этой Стратегии К Этому Билду Если Нет То Он Может Летать Здесь Все Игры Подряд И Придется Не сидеть Тупеж Свой Делать В Макро Взад Вперед Летать Там 200 Лимитом Когда Ну Ничего Не Сделать Зербу В Какой Момент А Спасибо Гокуди А Вижу Это Смайликов Скину На Глуб Гейм Оказывается Русским Еще Написано Заходит Минато Посмотрите Опять Лингами Пытается Подгрызть Рампу Линги Все Новое Новое Сюда Бегут Прессинг Пошел Оверчаж Выставляется А сюда Нет Энергии Оверчаж И Филдов Больше Нет Между Прочем Линги Грызут Очень Жетко Адепты Доварпились Но Адепты Без Скорости Атаки Достаточно И этих Адептов Без Скорости Атаки Чуть Минато Рано Прессовать Начал По-моему Сейчас В этой Игре Пытается Прогрызть Дилка Не просто Оказывается Сделать Накидывается На вердос Адепт Коцентрей Которые Пришли Отбивать Здесь Но Сверху Доварп С Доварпом То Конечно Шевердос Здесь Отобьется Филку Очень Долго Решал Но Минато Как-то Не Дожимает В какие-то Моменты У меня Такое Ущение Складывается Все-таки Вот Здесь Два Демеджина Невероятно Адепта 20 Счастлингов Все Строится И Минато Будет Прессовать И Прессовать Пытается Минато Зелка Прогрыз Зелка Отгрыз Сейчас Сейчас Филд На рампу Пойдет Из-под Уверчажа Пытается Уйти Минато Вышел Из-под Уверчажа Двух Адептов Сгрыз Но Остальных Как Сгрыз Вообще В рейнж Уверчажа Врывается Линги На 1 1 Грейдах А что Это Лингам Дает Ничего Против Адептов Это Лингам Ничего Особо И не дает Вообще Но Блин Все равно Они очень опасно Грызгут Лингов Масс 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 У Минато Сейчас И я вынужден Открыть дверь Пойди Третий Нексус У Верди Падает Грыз Грыз Минато И прогрыз Посмотрите Заходит На рампу Здесь 2 СН3 Адепт Уничтожено Моментально Даже 2 СН3 2 Адепта Хочет Вердос Прямо Рампу Прогрыз Минато Вердосу Хочет Но Прогрыз Не получается Но Здесь 4 хаты То есть 2-2 Грейды Нужно Просто В экономику Выходить Какой-то Жесточайший Прессинг А юниты Под ударом По 1 Минато Работают Линги А почему бы Не использовать Тогда Есть ли У Минато Какие-то Другие Заготовки Ульрену Вердос Спросит Ну что же Будем Продолжение следует... 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 Ровер залетает, Робо Бэй видит сейчас Минато прекрасно, реведжеров морфит сейчас, три будут сейчас реведжера, но на призму нужно четыре реведжера, чтобы убивать ее залпу фаерболов, но можно королевы плюс реведжеры нормально бить, фаерболы на... блин, как же медленно, но фаерболы сразу надо попадать, Минато что-то затупил здесь, очень долго соображал, фаерболами в итоге никуда не попал, убивает сейчас адепта, будет королевами выход сюда делать? Нет, не будет, там дестабилизатор, первый пошел дестабилизатор, это очень опасно, и Минато по лимиту уже в плюсе, обратите внимание. Привет, Вориан, спасибо тебе. Плюс 5 гейтов, будет 2 баз, Вердос пушить, масс без блинка, но... так, без фаерболу куда-то на свою базу против 2 хд, без фаерболы Минато кидает. Четыре рабочиха убивает Вердос Минато сейчас. Приятного в этом мало, конечно, но играбельная вполне ситуация для зерга, и посмотрите, какая сейчас интересная обстоятельства какие. Если Минато поймет, что Вердос собирается сделать, а он видел робо-бэй, заказ шпиля, по-моему, и свич мутку в этой ситуации мог бы зайти просто идеально. Так, два дрона нужно с газа собрать, очевидная ошибка сейчас от Минато абсолютно. Вердос третий нет, уставит, нет никаких свичей, нет в шпиле, ни во что такое. Ну блин, нужно чем-то законтрить призму, во-первых. Во-вторых, против ревенджеров, Гулак слишком жестко работают. Так, четыре дрона выбивает Чеминато, пять. Вердос Чеминато выбивает. Ну дальше не до контроля адепта идет полный. И нужно идти Минато уже отбивать выход Вердоса сейчас, который на третью базу идет. Линги Ревенджеры здесь против Массфилдов, против двух дестабилизаторов. Залп минус три Ревенджера. Сразу Минато хорошо заходит. Смотрите, но два еще Ревенджера. Фаербулы как падают по Вердосу хорошо. Линги грызут просто великолепно. Дестабилизаторы падают. Ревенджеры где-то сзади. Иммортл тоже под ударом. 100 лимита на 70 сейчас только что было. Новый до варп от Вердоса идет, но хватит ли ему варпа? По-моему, ничего ему здесь не хватает. Так и есть. Зилоты падают. Один Иммортл остался. Дестабилизатор стреляет. Да как Минато? Если бы сплитил еще чуть-чуть лучше бы, так вообще бы молодцом был. Но сплит от Минато, мягко говоря, слабоват получился. Но четыре хаты и самое главное, он отбивает свою экономику. И по лимиту просто 50 на 25 боевого. Все, даже не нужно здесь за них за какими призмами гоняться. Это бессмысленно абсолютно. Будет выход от Минато. Да, пошел прессинг сейчас от Минато. Посмотрите сколько газа. Где-то на 10 реводжеров хватит ему сейчас. Нужно вывести этого реводжера. И принимать будись. Нужно на рампе дестабилизатор. У Вердоса есть. Минато заходит, что-то тупит и дальше не ломится. 9 реводжеров, 20. Там два линга еще пилятся сейчас. Попытка выбить четвертую хатку идет от Вердоса. Неудачная эта попытка. Да что ж ты Минато бегаешь вперед. Прими, ты бой тоже. Так, дестабилизатор делает залп. Ну, там пару лингов. Один реводжер, по-моему, погибает. Но Минато заходит на ХГ. Смотрите какие фаербулы. Замечательный проход. Дестабилизатор уничтожен. Зилки уничтожены. На пилоны ставятся оверчажи со стороны Вердоса. Но эти оверчажи не спасут ситуацию. Потому что один вообще вне боя оверчаж. Второй только в бою. Находятся. Зилки. Фаербул уничтожает. И один Минато. Вот это да. Ну что ж, Минато близок к неожиданности в этом матче. Небольшой сенсация. Фаербул. 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 Так, всё я здесь ребят. но это еще не вечер на самом деле вердус может и собраться мне кажется здесь ждем варди все все готовы вердус рвется в бой хочет реванша но так как бо 9 напомню вам еще три игры еще две игры minato нужно взять вердут уже нужно взять 4 для победы так вердус через гейт снизу открывается на рампе на залоге со стройки будет ли три хаты пул или две карты и и и ну кстати то что получается призовой не разделен на 2 части я предлагал вердусу там 7 и 2 2000 например так поделить как бы данной призовой чтобы там другие игроки тоже участвовали может быть потом он поделит просто было проиграл если здесь проиграет получается что все уплывает мимо вердоса адептик строится у вердоса минато играет так же как и играл через мув но без грызалити в этот раз может быть это будет два опять эволюшные милишные грейды может быть минато хочет как-то удивить вердоса и по-другому сыграть но вообще на этой карте как бы лингами тяжело если вовремя камни брод заваливает с одной стороны но с другой можно начать смотрите прогрызать здесь камни здесь и иногда вот эти отвлекать погрызать и тогда будет расконтролить все это очень тяжело за контролить пробсу на начальной стадии пробсу на начальной стадии обувь почти готов. Может передропы какие-то будут, я не знаю. Посмотрим. Так-то с дропами Минато может сыграть. И роба строится. Так, вот что мне нравится у Минато, то как он в одной из игр тянул крип, просто моментально практически до вердоса дотянул. Точка сбора на второй. Два газа добавляются. Все, надо газ раскачивать и точку сбора можно сюда ставить, СД туда зажимать. На третью базу. Есть, конечно, Минато, Лингов не собирается масить. Но нет, пока Лингов не масит и эволюшенов нету. Спорки отменяются, кстати. То есть пролетел Минато, сейчас понял, что происходит. И понимает, что против ни Оракулов, ни Фениксов ему спорки нужны бы были, но их-то здесь нету. И не будет, и не планируется. В третий нексус идет выход. Сразу же он овером замечен. Причем вердос овера не видит. Да, если увидит его не сбить, он уже на муве. Здесь иллюзия. Пролетая два эволюшена, опять же, от Минато. Но в этот раз более поздний, то есть уже с лейером одновременно. Может, это вообще не милишная рейнжовая. А, вот как. Коготь с атакой от Минато. Пошли сразу же. По рабам в плюсе, по всему плюсе. У вердоса нексус поздноват. И экономика у Минато реально мощнее значительно в эти разы. То есть я вижу суть здесь только в том, что Минато с таким счетом раскрепостился. А вердос, наоборот, более зажатый играет. То есть, ну, с другой стороны, карта, конечно, тоже решает в таких моментах. Но на этой карте можно нексус-то значительно раньше ставить. Ридид, как на Сумеречных башнях вердос там ставил нексус пораньше. Так и здесь можно было бы. Ну, если камни пробить, например, ну, почему бы не пробить? Три дрончика минус сейчас. Гидра для Минато. Четвертая база. Заказано. А вердос первую. Да, а вердос первую. В первой игре этот адептам скорости атаки, которую он делает, что самое интересное. Есть криптумор один на мейне. Здесь криптуморов предостаточно. Овера нужно подвести, чтобы, когда крипт сюда за камни зайдет, на хг его кинуть, криптуморы. И здесь криптуморы все вперед-вперед идут. Вердос причем... А, не, пока не видит. Он обсервером сейчас. Оп, и крипт выползет такой на обсервера. Оп, и пополз крипт. Да. Вердос видит это. Теперь уже гидра... Так, рейндж гидре делается. Гидра лиск есть вообще? Шесть есть. Нужно больше строить. Хайф пошел. Очень ранний хайф от Минато. Для чего, интересно? Два адепта на четвертую базу к Минато прилетают. Минато видит этих адептов. Нужно уходить отсюда дронами. Что и делает Минато. Выдвигаются линги сюда, плюс гидра. Ну, призма сменяет направление движения. Можно на третий и встретить эту призму. Понимает Минато, что нужно принимать. Нужно часть юнитов сюда бы отвезти, иначе может прилететь призма напрягать, начать. Кстати, вот пока не могу понять, для чего Минато строит хайф. То ли это спайр, то ли это выход в ультру. Может быть, просто для адреналина даже в первую очередь он делает. Но, по крайней мере, люркер Дэна нет, люра не будет. Я так полагаю, что, наверное, это все-таки ультра. Вот. И причем ультра может сработать интересно. До овердоса два роба, но имморталов у него три штуки. Все, он пока новых-то вообще не добавляет. Вот что самое интересное. Так, гидролис плюс королева призму отгоняют сейчас. Адепты в призму загружены. Спайр будет... Вот почему нужен спайр и выгодно зергам иметь? Ну, по экономике не сильно ударит. Но два муталиска заказал, и эту призму выгнал отсюда, сбил. И плюс у тебя возможности сплититься в тех же, ну, вот... В тех же брудов. Так. Аркад нефич и Тион поддержал ваш канал на сумму 1500 рублей. Спасибо за хорошие стримы. Спасибо, Аркаднификейшн, тебе большое. Здесь у нас идет Вердос вперед. Аминатов в контратаку к Вердосу сам идет. Смотрите, не хочет он в лоб драться и правильно делает. А зачем ему драться в лоб? Вердос сам боится, что к нему ворвется Аминатов. Забегает линьги, вон там... Так, пробочки падают. Линьги в рампу врываются. Пилоны нужно минусовать до заказа. Пошли ультра, пока не успевает выйти. Здесь пилоны моментально будут уничтожены. Так, рободестабилизатор выходит. Нужно убивать его. Успевает убить Минато до того, как выстрелил вообще. Здесь адепты с разных вообще сторон забегают. Один всего ультралис. Четыре ультралиска заказа, но ультралиски без грейда. Надо сверху было ультралис кеверн ставить, на самом деле, сейчас Минато. Ошибка, что поставил там, где он его сейчас поставил. Здесь лингов нужно отвезти от адептов. Линги вообще отдаются в никуда. Что ж ты делаешь-то, Минато? Гидру заводит. Гидру надо принимать. Вердос не возвращается. Мейн Минато тоже, кстати, не выбивает. Но он выбивает последнюю, фактически, добывающую базу. И последний продакшен Минато. На четвертой базе здесь врыв адептов. Но адептов ультралы разорвут. Моментально нужно точку сбора поставить. Нормально поставь же ты, куда они побежали-то, ё-моё. Наконец-то начинают шатать адептов ультра. Адепты падают. По лимиту у Минато в плюсе. ГГ пишет. Вердос 4-1. Вот это Минато дает. Вот это разрыв просто. Идет. Хорошая игра со стороны Зерга. Минато. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Станция Король Сиджонг Вот она, теперь в ладере Ее просто создавать Поехали Вот она, теперь в ладере Так, ну что Продолжаем смотреть матч Секундочку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят Пару пирожных небольших съел А то после завтрака не кушал И то, правда, тяжеловато Ну что, 4-1 Матчпоинт для DimaTorzok Карта, кстати, неплохая для азергов Очень даже Газ собирается добывать А, оооо, вердос со спешл тактикс пошел А я и не вижу, что происходит здесь Мината, кстати, без разведки играет Очень тяжело будет отбить такой билд Скорее всего Если Мината сразу плеток не оставит Каких-нибудь В стиле статка, пуш Стат, вы помните, с Dark'ом продемонстрировал на финалах SSL, GSL Кстати, завтра GSL Приходите смотреть коды А Первый день Там 3 пары будут биться Точно вам сказать не буду Помню одно ЗВЗ Импакт там с кем-то играет И не зеркалки Другие матчи Бани там с кем-то, по-моему Так, 3 зелка заходят 3 еще строятся Пытаются Мината Ну с 3-мя зелками бессмысленно драться Но Мината дронов берет сейчас В Гаст и Райткли Вот, вот Первые 3 зелка окружены И для вердоса это очень плохо Потому что Посмотрите Здесь есть, да, зелки И ГГ пишет Вердос 5-1 Мината Побеждает Что это происходит? Как Вердос Играл предыдущие матчи Как-то лучше Значительно Мината Нашел рецепт Против Вердоса Ну что, ребят Стоп-ставт Я делаю Делаю Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...